На всем территории СНГ, я считаю, это мое личное мнение, было четыре группировки. Солнцевские, Измайловские, Чеченые и Подольские. А остальные как бы уже замыкались на одну из этих группировок. Из интервью криминального авторитета Леонида Ройтмана Леня Длинный, член ОПГ Могилевича в 90-е годы, для Дэвид Зон Радио Нью-Йорк, октябрь 2014 года. Продолжение следует... В марте 1985 года в СССР сменилась власть. Прежний правитель, полудохлый старец Константин Устинович Черненко по кличке Кучер, отошел в мир иной, и вместо него пришел Михаил Горбачев. Никаких выборов, референдумов не было. Народ никто не спрашивал, кучка таких же старцев собралась где-то в политбюро и поставила Мишу на царство. Жизнь еще какое-то время шла по инерции. Советские пролетарии еще ходили на шествия славить вождей, в перерывах стоя в бесконечных очередях за водкой. Ельцин еще был правоверным коммунистом. В апреле 1985 его только перевели в Москву. Курсант разведшколы в Мытищах, институт имени Андропова, Владимир Владимирович Путин, заканчивал годичный курс подготовки перед отправкой в Дрезден. В школе он взял псевдоним Платов. Выпуск состоялся в июле 1985 года. Мечта всей его карьеры была близка. В 32 года, уже майором, его, наконец, взяли в разведку. Путинский друг, авторитет Трабер, еще разбавлял пиво в баре «Жигули» в Питере. И вряд ли он думал, что когда-нибудь он и курсант Платов будут пилить порты, нефтебазы и судоверфи вместе с Тамбовской братвой. Да и братвы тогда еще не было. Уроженец Тамбовской области Владимир Кумарин, кум, был вышибалой в барах Ленинграда и в 1985-м только сел по первой ходке. Дерипаска в 1985-м закончил общеобразовательную школу. Его будущий покровитель, авторитет Миша Черной, который в 90-х возьмет его в измайловскую ОПГ и в большой бизнес, тогда еще был просто цеховиком в Ташкенте, клепал пляжные тапочки. Сойдутся они в 90-х, уже в Москве, где Миша Черной, он же и Миша Крыша, обратит внимание на перспективного молодого паренька. Он был мне как сын, вы должны понять. Мой сын, мой мальчик. Миша Черной про Дерипаску в 90-е, из интервью газете «Гаарец», 24 ноября 2011-го. Алик Тайванчик, еще один будущий лидер измайловского ОПГ, в 1985-м скромно сел за тунеядство. Была такая смешная статья в УК в то время. Хотя тунеядцем Алик, конечно, не был. Работал, не покладая рук, карточным шулером в поездах и бандитских катранах. Оставалось еще довольно много времени, прежде чем вагонные катала Алик, станет посредником между верхушкой оргпреступности и окружением Ельцина, попадет в розыск Интерпола с 2003-го, станет членом Союза писателей России и вообще уважаемым человеком. Алишер Усманов в 1985-м тоже мотал срок на зоне, только по более тяжким статьям. О лондонских особняках на нарах ему не мечталось. Главное было не проснуться утром с шилом в глазу, скажет он потом. Усманов был сыном прокурора Ташкента, о чем знала вся зона. Будущий московский друг Усманова Андрюха Скотч в это время служил срочную в Подмосковье. Оставалось еще пять лет до того, как Скотч, по кличке Скотч, приведет Усманова в Солнцевскую ОПГ, где ему дадут кличку «Узбек» и сделают из него человека. Вчерашний ПТУшник из Подольска Борис Иванюженков в 1985-м служил в армии в Спортроте. Кто б знал тогда, что это будущий криминальный авторитет по кличке Ротан. Это рыба такая, а не то, что вы подумали. Что в скорости Ротан станет одним из основателей Подольска ОПГ, участником кровавых побоищ, убийств с расчлененкой, а потом будет первым путинским министром спорта и вообще первым в истории России министром криминальным авторитетом. Путинский решальщик Константин Голощапов, известный как Костя Санитар или Костя Мощевоз, он главный меценат-афонец нашего времени, в 1985-м еще просто форцевал иконами в Питере. Краденые, либо купленные у бабушек за копейки иконы, хорошо шли у иностранцев. На досуге меценат ходил в клуб дзюдо к Ротенбергу поддерживать форму, потом откинулся кум и стал сколачивать свою банду будущих меценатов. Так Костя примкнул к Тамбовским. И кто мог подумать, что через 20 лет этот браток-тамбовец станет у Путина теневым кадровиком Кремля, торговцем должностями на высшем уровне, и даже экуменическое общение РПЦ с Ватиканом не сможет протекать без Кости Мощевоза. В общем, в 1985-м все были на своих местах. Уголовники сидели по зонам, жулики бодяжили пиво, сбывали иконы и шлепанцы, чекисты и коммунисты протирали штаны в кабинетах, и ничто не предвещало эпохальных изменений. Но, тем не менее, они произошли. С приходом Горбачева вектор движения СССР стал потихоньку поворачивать в новом, совершенно неожиданном направлении – в сторону свободы. Ослабление цензуры, гласность, снятие запрета на частный бизнес с 1987-го, снятие запретов на выезд за границу, освобождение политзаключенных. Народ стал выходить на улицу, что-то отстаивать коллективным образом, немыслимые ранее в СССР вещи. Кончилось это проведением первых и последних честных выборов президента в новейшей истории России – летом 1991-го. Победил на них Ельцин, который был в жесткой оппозиции к Горбачеву. Придя к власти, сам Ельцин такие выборы ни разу больше провести не рискнул. А уж его преемник тем более. Многие задают вопрос, а почему новый русский капитализм, которому вот уже почти 30 лет, со времен краха СССР, получился именно таким? Мафиозным, сплошь трабер-ротаны, мощевозы с дерипасками, а структурно – сырьевая колония, к тому же нищая. Средняя зарплата в РФ сегодня ниже Китая и даже Румынии. Теорий много, но как минимум одна из причин лежит на поверхности. В стране 29 лет несменяемая власть. Один был с 1991-го, развел мафию и коррупцию, не понес ответственности. Второй такой же – преемник. Ну, так и чего удивляться. Власть сменилась не только в СССР, но еще и в Сьерра-Леоне, небольшом, но богатым ресурсами государств на западе Африки. В 1985-м местный диктатор Сиака Стивенс на старости лет назначил себе преемника – генерала Джозефа Мома. Народ Сьерра-Леона никто не спрашивал, но для приличия все-таки провели референдум – преемник победил с результатом в 99,85%. Как в Чечне, да. К этому в Сьерра-Леоне давно привыкли. Референдум о преемнике был очередным шоу, которым диктатор Сиака Стивенс устраивал регулярно все 14 лет своего правления. Там были и выборы без выбора, и самочинное продление президентских сроков, и установление однопартийной системы, убийство оппозиционеров. Ну, вы меня поняли. Но самое интересное не в этом. Передачу власти преемнику профинансировал один местный олигарх – большой друг нового президента Мома. Этот олигарх вывозил из Сьерра-Леоны алмазы – главное местное богатство, причем вывозил контрабандой, а оплату принимал наркотой. А наркоту поставлял в Европу, и все в сотрудничестве с Коза Нострой. Вот такой талантливый парень. И вот в 1985-м он привел к власти Сьерра-Леона своего человека. Для мафии, которая и раньше в этой стране чувствовала себя вольготно, теперь открывались просто захватывающие перспективы. Как звали олигарха, который так удачно провернул операцию «Приемник в дикой африканской стране»? Шабтай Генрихович Калманович. Эмигрант из СССР, который уехал в 1971 году в Израиль и потом сделал состояние, занимаясь бизнесом в африканских странах. Он и поставил МОМО у власти. Фото старое, да. Через 20 лет, когда он был олигархом уже в России, его привыкли видеть таким. Шабтай работал не один, а в паре вот с этим человеком. Это Марат Балагула. Криминальный авторитет – буфетчик на одесском теплоходе Иван Франко. Потом босс русской мафии в Нью-Йорке, под крышей у семьи Лукезе, Коза Ностра. Автор гениальной идеи – воровать алмазы в Сьерра-Леоне, менять на героин в Таиланде, а героин везти в Европу. И наваривать на всех трех этапах. В 1986 году перед лицом проблем с ФБР Марат бежал из США в Сьерра-Леоне к другу Шабтаю. Какое-то время вел дела оттуда. Попался он в 1989 в аэропорту Франкфурта, опознан бдительным пограничником. Был передан в США, отсидел длительный срок, при Путине переехал жить в Россию. Малагула – представитель той ветви преступности, которую называют «братва» с Брайтон-Бич. В России ее до сих пор многие воспринимают как курьез, наследники Бенни Крика и Мишки Япончика в современной Америке. Однако уже в середине 80-х эти эмигрантские банды были серьезной силой, младшими партнерами у итальянцев, и вышли на международную арену. На эту тему есть хорошая книга, которая вышла в Америке в 2000 году. «Красная мафия» Роберта Фридмана про историю Брайтонской братвы. Автор – известный в США журналист-расследователь с обширными связями в ФБР. Касательно Балагулу и Шабтая его мнение было однозначным. Сидя на Брайтон-Бич, он, Балагула, и его товарищи де-факто управляли небольшой, но богатой алмазами страной Сьерра-Леоне, президент которой, Джозеф Момо, позволил русским бандитам создать глобальную сеть контрабанды и отмывания денег. Алмазы нелегально вывозили в Таиланд, меняли на героин, который Балагула отправлял в Европу своему близкому другу Ласкину. Главным контактом Балагулы в Сьерра-Леоне был Шабтай Калманович. Добыча алмазов в Сьерра-Леоне – адский труд, часто детский, сбор породы, промыв, и где-то там наверху с этих мешков кормится мафия. Впрочем, это еще не вся история. Приватизировав вместе с Балагулой Сьерра-Леоне, Шабтай недолго наслаждался своим триумфом. 10 января 1988 года телевидение Израиля сообщило зрителям «Удивительную весть». Известный миллионер, меценат, друг местных политиков и генералов, бывший активист сианистского движения Шабтай Калманович арестован. За шпионаж он оказался еще и агентом КГБ. Кодовое имя – Крис. Был завербован в молодые годы в СССР во время службы в армии. Первый год его держали в одиночке, строго пресекая все контакты с внешним миром. В героя-разведчика Шабтай играть не стал. Сразу пошел на сотрудничество со следствием. Как оказалось, начинал он простым стукачом в советской армии. Сдавал сослуживцев особому отделу. Потом стучал на антисоветски настроенных лиц у себя на малой родине в Каунасе, Литва. А после на него обратило внимание ПГУ, первое главное управление КГБ, внешняя разведка. И Шабтай отправили в эмиграцию. Он оброс связями вплоть до Америки, познакомился с Маратом Балагулой и стал первым официально зарегистрированным агентом КГБ, который вошел в топ мировой оргпреступности и наркоторговли. Сдал Шабтая перебежчик из КГБ, имя которого никогда официально не сообщалось. Предположительно, это был Александр Ломов, чекист, который работал в Иерусалиме под видом управделами представительства Русской Православной Церкви. Ломов бежал на запад, а до того потихоньку сливал информацию на ту сторону. Так Крисы и раскрыли. Приговор 9 лет тюрьмы. Правда, отсидел он меньше. В 1993-м Шабтай был неожиданно помилован. Выйдя из тюрьмы, он отправился в Будапешт, где в то время сложился международный филиал Солнцевской ОПГ, который возглавлял авторитет Семен Могилевич. Он же Сева Киевский или просто Сева. Посетив его, Шабтай летом 1993-го объявился в России, где вскоре стал полноправным участником Солнцевской группировки. В докладе ФБР организации Семена Могилевича август 96-го, то есть всего 3 года спустя, Шабтай уже назван влиятельным участником Солнцевской ОПГ, работающим под началом Могилевича. Там же указано, что Шабтай – миллионер со связями среди высокопоставленных лиц России и Израиля и главный поставщик израильских паспортов для членов Солнцевской ОПГ. Насчет миллионера со связями это действительно так. Откуда ни возьмись, у Шабтая снова появились деньги, и он опять стал авторитетным предпринимателем и олигархом. Только уже не в Сьерра-Леоне, а в России. А это человек, который стоял за всей этой чудесной метаморфозой. Вел закулисные переговоры об освобождении Шабтая, курировал торговлю оружием, который занимался Могилевичем в Европе, об этом мы еще поговорим отдельно. Это Примус, глава СВР при Ельцине Евгений Примаков. Позднее Примус будет одной из ключевых фигур в сделке по передаче власти от Ельцина к Путину в 1999-2000 годах. В интервью газете «Коммерсант» 17 апреля 1997-го Калманович рассказывал, «В Россию я приехал в июне 1993-го года. Пригласил меня Иосиф Давидович Кобзон на предмет совместного бизнеса. Я с удовольствием принял это приглашение, хотелось где-то начать что-то новое. В Израиле мне было тяжело, в других странах я тоже не был нужен. Не как шпион Калманович. Просто в 1993-м году начать бизнес в Швейцарии было намного сложнее, чем в России». С Кобзоном он вскоре поругался, как он говорил по личным мотивам, но на успехах Шабтая это никак не сказалось. Бывший шпион, который вчера вышел из израильской тюрьмы, никому не нужный ни в Израиле, ни в других странах, с его слов, вдруг стал очень востребован в России. С легкостью находил миллионы долларов на самые разные проекты. Супермаркеты, отели, шоу-бизнес, торгово-развлекательные центры, крупнейшая в РФ компания по импорту лекарств, собственная сеть аптек. Позднее к этому добавились компания застройщик жилья в Москве, свой банк и так далее. Шабтай явно не испытывал дефицита наличности. Не позднее 1994-го у него появились интересы в Петербурге. У Шабтая появился там партнер Владимир Кехман, будущий банановый король, на кораблях которого заодно возили кокаин из Эквадора. Шабтай и Кехман решили развивать торговую сеть Лиад-Дикси, ныне супермаркеты ОК. Шабтай, у которого был контрольный пакет, вышел на мэрию и познакомился с Путиным и Собчаком. С Собчаком он сошелся настолько близко, что даже стал дружить с семьями. Мы с Путиным познакомились еще до того, как он стал президентом. Он был замом Собчака по международным отношениям, строительству и инвестициям за границу, а я с иностранной фирмой пришел тогда строить торговый центр в Ленинграде и подружился с семьей Собчаков. Анатолий Александрович умирал на моих руках в Калининграде. Сегодня я немного опекаю его семью и пытаюсь быть наставником его дочки Ксении. Шабтай Калманович из интервью латвийской газете «Час» 22.08.2003. А Путин подписал Шабтаю выделение земли под его проект. Распоряжение номер 830-R от 10.08.1995. Разрешить ОАО «Лиад-Дикси» проектирование и строительство торгового комплекса в квартале 12 района Шувалова-Озерки. Первый заместитель мэра Санкт-Петербурга Владимир Владимирович Путин. Кроме того, Шабтай получил право строить в Питере гостиницу на Крестовском острове. Аналогичным образом он открывал двери и в Москве, где поддерживал тесные связи с мэром Лужковым. Откуда Шабтай брал деньги на свои инвестиции? Если кратко, из воровских общаков. Он работал с деньгами Солнцевской ОПГ и Пончика, например, отмывал доходы бандитов от операции НФС, Национального фонда спорта. Это вообще один из самых ярких эпизодов лихих 90-х. В 1993 году группа бандитов Солнцевская Измайловская ОПГ, группа Кобзона Кикалишвили образовали пул и проплатили в Кремле льготы для Национального фонда спорта. Это была бандитская контора, которой Ельцин дал право на беспошлиный импорт табака и алкоголя. Грузы НФС в заводах мафии в Европе типа водки кремлёвской в Бельгии, а иногда это был и откровенный контрафакт. У Могилевича был целый завод поддельной водки Абсолют в Венгрии. А ещё кроме льгот на таможне в фонд шли бюджетные деньги на поддержку отечественного спорта, которые тоже благополучно разворовывались. В середине 90-х поддержка отечественного спорта зашла так далеко, что шведскую водку Абсолют в подлиннике почти перестали поставлять в Россию. В какой-то момент завод Могилевича полностью убил в России рынок для производителя оригинального Абсолюта. Шведы потратили колоссальные усилия, чтобы найти, кто это делает. Тем более у Могилевича водка была из самого дешёвого картофельного спирта, то есть под их брендом продавалось самое настоящее пойло. Хорошая, качественная, заводская. Роберт Фридман в «Красной мафии» цитирует отчёт израильской разведки, согласно которому Могилевич, благодаря своему водочному заводу в Венгрии, был крупнейшим было изъято 600 тысяч бутылок псевдо-абсолюта, готовые к отправке в бывший СССР. Ещё 770 тысяч бутылок стояли пустые на складе готовые под розлив. Однако сам организатор бизнеса не пострадал. Каким образом бандиты смогли получить таможенные льготы для НФС, под прикрытием которых развернулась столь бурная деятельность? Вопрос решали через Шамиля Торпищева, личного тренера Ельцина по теннису. Один из идиозных персонажей того времени. Тренер был решалой в Кремле с прямым доступом к телу и заодно министром спорта 1994-1996 годов. С Торпищевым работали авторитеты Тайванчик, Алимжан Тахтахунов и Миша Чёрный, Миша Черной из Измайловской ОПГ. Все трое, Шамиль, Тайванчик и Миша были знакомы ещё с советских времён по Ташкенту. «Вместе плов ели», скажет потом Торпищев в одном из интервью. Израиль, декабрь 1996-го. Оперативная съёмка местных спецслужб. За столиком в кафе Антон Малевский, глобарь из Майловской ОПГ. Миша Черной и Шамиль Торпищев. Видео показали в эфире НТВ в 97-м. Слив компромата в ходе каких-то разборок в Кремле. Одним из таких нужных людей был и Шамиль Торпищев. Несмотря на кажущуюся малозначительность своего поста, министр спорта, он, тем не менее, обрадал другим достоинством. Он был личным тренером президента и считался его любимцем. Обратите внимание, как бесцеремонно Шамиль Торпищев берет президента России за руку. Как полагают наши источники в правоохранительных органах, именно Торпищев сыграл важную роль в подключении криминальных структур, в частности измайловской группировки, к охране на территории России интересов братьев Черных, владельцев Transis Commodities, компаний, которые почти безраздельно контролируют теперь алюминиевый рынок страны. На фотографии, опубликованной в абсолютно легально издаваемом журнале Tennis Plus, запечатлена дружеская компания, которая состоит, если ее внимательно рассмотреть, из весьма любопытных людей. Помимо Шамиля Торпищева, здесь изображен Алик Тахтахунов, человек, широко известный в московском криминальном мире под кричкой Тайванчик. Другой, один из лидеров измайловской преступной группировки Антон Малевский. В 1993 году Малевский был задержан за незаконное хранение оружия, но, несмотря на тяжесть предъявленного ему обвинения, был выпущен под залог, после чего вскрылся от следствия. Все это, однако, не помешало ему, как свидетельствуют наши источники, свободно разгуливать в кулуарах турнира Кубок Кремля. Спустя некоторое время Малевский и вовсе покинул Россию и обосновался в Израиле. Уголовное дело против него вскоре было приостановлено и возобновлено только в середине декабря прошедшего 1996 года. А сейчас вы видите совсем свежие кадры. 2 декабря прошлого года, то есть месяц назад, Шамиль Торпищев и один из членов редколлегии журнала «Теннис плюс» Леонид Зенкевич прибыли в израильский аэропорт Бен-Гурион. Там их тепло встречали под следственной Антон Малевский и Михаил Черный, один из братьев-владельцев скандально известной фирмы Trans-Sys Commodities. На двух мерседесах, принадлежащих Малевскому и Черному, гости отправились в гостиницу «Дан», где поселились в номере президентского класса стоимостью 1 тысячи долларов за ночь. В течение нескольких дней Черный и Малевский развлекали Торпищева и Зенкевича в Тель-Авиве и на Мертвом море. Безусловно, нельзя отрицать, что между Торпищевым, Черным и Малевским могут существовать просто невинные дружеские отношения. Однако Шамиль Торпищев совсем не так давно был не просто частным лицом, но и министром спорта, личным тренером президента и просто человеком к нему приближенным. Между тем, Торпищев не стесняется поддерживать близкие отношения с представителями преступного мира. Например, в последнем номере журнала «Лица» бывший министр спорта простодушно признается в теплых чувствах к тому же Тайванчику, называя его своим другом. Впрочем, помимо компрометирующего Торпищева в общественном смысле факта контактов с Малевским, как человеком, скрывающимся от следствия, и черным, чье имя неоднократно упоминалось в прессе в связи с использованием фальшивых авиза и незаконными экспортными операциями, существует ряд конкретных обстоятельств. Британская компания Transworld Group, осуществлявшая стратегическую линию по завоеванию алюминиевого рынка России, в частности через предприятие «Братьев Черных», являлась также официальным спонсором организованного Торпищевым теннисного турнира «Кубок Кремля» и его же журнала «Теннис Плюс». Через Национальный фонд спорта осуществлялась, по некоторым данным, и часть поставок алюминия за рубеж. В общем, оргпреступность имела прямой доступ к Ельцину, как и ныне к Путину. Откуда все эти льготы на таможне и появились? Но это еще не все. В дополнение к льготам НФС, в начале 94-го согласия Москвы, «Братве» сдали в аренду военно-морскую базу «Ломоносов» под Питером. То есть у них появился еще и свой отдельный пункт пропуска в Большом порту Петербурга. Заветный метр госграницы с причалами и таможней. Последняя по факту там не работала, можно было возить все, что угодно, хоть водку, хоть кокаин из Колумбии, но только для своих, конечно, чужих в порт не пускали. Распределение ролей было простым, но эффективным. Ключевые вопросы – товары, поставка, реализация, отмывание полученных прибыли – решали московские банды. Задача местных была держать порт и обеспечивать бесперебойный транзит. На роль региональных представителей были выбраны две питерские ОПГ. Тамбовцы, особенно выделялся Трабер, заслуживший титул ночного коменданта Питерского порта и ОПГ Миши Кутаисского, фирма «Русское видео», на которую была оформлена аренда порта Ломоносов. Илья Трабер главнее Путина, поскольку, насколько я знаю, в 90-е Путин на него работал, когда он был в мэрии Петербурга. Роберто Масриага, адвокат Трабера, на суде по делу о Тамбовской ОПГ в Испании. В ответ на вопрос журналистов, оправдали, что Трабер регулярно бывает на днях рождения у Путина. Мадрид, апрель 2018. Это же мнение, что Путин в 90-е ходил под Трабером, высказывал и Сергей Косарев, бывший охранник этого авторитета. Ему довелось как-то наблюдать в начале 90-х визит Путина к Траберу в его штаб-квартиру. Ею служил антикварный магазин на улице Петра Лаврова. Путин пришел за советом, а шеф был занят и не принимал. И Путин покорно ждал в подсобке магазина вместе с охранниками и другой обслугой, пока Трабер его принял. Мой шеф Илья Ильич Трабер принимал у себя в антикварном магазине, вот такой был обалденный кабинет, он принимал своих друзей, товарищей, людей по делу, по бизнесу. Туда захаживали многие люди. Если я сейчас начну перечислять вам фамилии этих людей, вы, конечно, мне не поверите. Ну, поэтому я не буду даже перечислять, потому что речь идет сейчас вообще о самом как бы главном персонаже. Это Владимире Путине. Да-да, не удивляйтесь, туда захаживал Владимир Путин. Но в то время он еще не был президентом. Он захаживал к моему шефу. В принципе, он тогда был, ну, вообще никто. Серая мышка. И приходил он к моему шефу за советом. Вы представляете? Человек, который правит Россией, приходил к моему шефу за советом. Да-да, не удивляйтесь. Дело было летом, было жарко. Шеф пока был занят, там никого не принимал в кабинете. Путин, видно, подустал. Захотел водички попить. Тут заходит, значит, в столярный цех. Ну, столярка была, там у нас реставратор, там всякие шкафы ремонтировал. Ну, я там сидел у него, там часто, там, нож кидал в деревянную такую доску. Руку набивал. Заходит Путин, а я, значит, с этим, с плотником сижу, тархун пью. Ну, и он так, знаете, так. Типа там, чувачки, а можно тархунчика? Да можно, пожалуйста. И налили ему тархун, и попили тархун. И все. И ничего больше не было. Все почему? Потому что он не был тогда никаким президентом. Все легко и просто. Однако товар мало провести через порт по договоренности с ночной комендатурой. И даже продать его с прибылью тоже полдела. Надо потом эти деньги еще и легализовать. Отмыть. Особенно, если товар левый. Этими вещами занимался как раз Шабтай. Бандитские деньги, заработанные на льготах НФС, контрабанде, боростре из бюджета, вкладывались в разные проекты, в том числе в недвижимость. Так появился, в частности, фешенебельный торговый центр Тишинка, на месте одноименного рынка в центре Москвы. Это было отмыванием денег НФС. Это была та работа, которая у Шабтая хорошо получалась, была его специализацией. К слову, почти одновременно с льготами НФС разворачивалась и вторая аналогичная афера. Льгота РПЦ. Отдел внешних церковных сношений, ОВЦС, во главе с митрополитом Кириллом, будущим патриархом, получил права на беспошлиный ввоз сигарет и церковного вина. Коммерческую сторону дела, торговлю дырой в границе, организовала торгово-финансовая группа НИКа при ОВЦС, которая контролировалась Солнцевской ОПГ. Сами льготы пробивались через КГБшные связи Кирилла, которых было в достатке. В частности, советником Кирилла в те годы был генерал-майор Лебедев, бывший зам председателя КГБ СССР. В 97-м году в российскую прессу попали смешные документы, как ОВЦС Кирилла требовала от аэропорта Шереметьево-2 предоставить Лебедеву доступ в вип-зал как профессору богословия. На самом деле, профессор Богослов всю жизнь служил в 5-м управлении КГБ по борьбе с инакомыслящими. Сначала в 4-м религиозном отделе, потом в 8-м еврейском противодействия подрывным сионистским организациям. Стукачем 4-го отдела был и сам Кирилл под псевдонимом Агент Михайлов, а в 8-й отдел поступали донесения от Шабтая. В 1970-е в Израиле агент Шабтай был активистом-сионистом, борцом за выезд евреев из Советского Союза и регулярно за деньги сдавал КГБ эмиссаров, которых сионистские организации направляли в СССР. Ну а в 90-х все эти стукачи, кураторы, активисты, богословы и прочие продукты жизнедеятельности КГБ вместе с Солнцевскими зарабатывали деньги. На аферах и криминали, естественно. Клуака? Нет. Россия после 70 лет совка. Много лет спустя, в марте 2018-го, эти старые дела Кириллу припомнил вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов в пылу полемики по вопросам русско-турецкой войны 19-го века, в которую патриарх зачем-то влез, будучи в Болгарии с визитом. Патриарх Кирилл треба да ясно находите каковы. Той не е слезал от небеса, той не е слезал от рая и не е пратеник на Господь Бог или на Иисус Христос. Патриарх Кирилл е известен като цигаряне митрополитна Русия. В 1996-е година той има 14 миллиарда долара от внос на без акцизни цигари. 14 миллиарда кога е камерата? Там, бля. 14 миллиарда долара той хитрец е внесал без акцизни цигари и 4 миллиарда вино за нуждите на църквата. Пак без акцизно. 4 миллиарда. Той също има частен самолет. Той има вила в Швейцария. На тоя часовника му е 30 хиляди. Пак ви казвам това не е източно православен доходник. Това агент Михайлов от Советского КГБ доказано. Валерий Симеонов вице-премьер Болгарии из выступления в эфире Болгарского ТВ 7 марта 2018-го. В 1999 году после сложных интриг и межклановых разборок в Кремле наконец заключили сделку о передаче власти. Всех беспокоило только одно нажитое непосильным трудом не должно пострадать. Путину удалось договориться со всеми. В ноябре 2002-го французская газета Лимонт опубликовала интервью с Джалолом Хайдаровым, бывшим акционером кончаканарского ГОКа. Хайдаров в 2000-м вступил в конфликт со своей крышей из Майловской ОПГ, на которую он работал все 90-е, после чего ему пришлось из России бежать. Хайдаров рассказал о своей беседе с главарем из Майловской ОПГ Антоном Малевским в 2000-м году после избрания Путина. Малевский убеждал его не лезть на рожон и отдать акции, которые с него требовали. «Никто тебе не поможет», сказал главарь из Майловских. «Ни Патрушев, ни Рушайло», министр МВД в то время. «Сам знаешь, у нас союз на 8 лет». Лимонт выходит во Франции, но небольшая часть тиража традиционно присылалась в Россию. Весь номер за 28 ноября 2002-го с этим интервью был арестован сразу по прибытии в РФ и не дошел до российских читателей. Ведь союз на 8 лет два президентских срока, которые, как планировали бандиты, он просидит в Кремле. А бизнесмену Хайдарову и правда никто не помог. Собственность у него отобрали чуть ли не в первый месяц управления Путина. Потом таких бизнесменов будет еще много. Полный Лондон. Союз был заключен не только с измайловскими, но и с солнцевскими. Во всяком случае, в 2000 году Шабтай Калманович был одним из тех, кто активно поддержал избрание Путина на пост президента. Даже ездил с Собчуком по стране агитировать за их кандидата. Правда, во время поездки в Калининград в феврале 2000-го случилось несчастье. Собчак внезапно умер в гостинице при неясных обстоятельствах. Последним у него в номере был Шабтай. Официально инфаркт. Два раза делали вскрытие. Вдова Нарусова обвиняла темные силы в убийстве. Потом получила от Путина пост члена Совета Федерации и успокоилась. А сама операция «Приемник» весной 2000-го прошла удачно, даже лучше, чем в Сьерра-Леоне. Карл Маркс сказал как-то, что страна более развитая показывает стране менее развитой лишь картину ее собственного будущего. А тут вышло наоборот. В 1985-м Сьерра-Леона указала путь России. Через 15 лет такого же преемника, как у них, мафия и чекисты посадили в Кремль. При Путине Шабтай процветал не хуже, чем в 90-е. Его даже взяли советником в администрацию президента. В одном из интервью 2002-го года он говорил, что является советником Путина по Прибалтике, что работает с Приходько, тем самым, который потом засветится в скандале Дерипаска-Настя Рыбка, что разруливает конфликты между властями Латвии и России на высшем уровне. Шабтаев включали в официальные делегации, которые ездили в балтийские страны. Кошелек Япончика и Солнцевских стал государственным деятелем. Ты знаешь, Лихард, вопрос, много или мало он относительный. А что такое Мерила, много или мало? Я встречался, нахожусь в контакте с офисом Вашей президентской. Быстро и конкретно решаем иногда очень важные проблемы. И меня попросили в администрации президента еще поработать советником по Прибалтике, по отношениям между Россией и ее соседями. Это не... Мне никто не платит зарплату. Мне оплачивают, если я хочу. Только то специальное, что я прошу. Попросить я ничего не прошу. Я сам летак за свой счет обычно на своем самолете. Так что... То, что мы делаем, это в пользу обеих стран. Это большие, хорошие дела. Смотри, я как-то в одном интервью единственном за все время сказал, что президент России Владимир Владимирович Путин из не стран восьмерки, но допустим, из стран Прибалтики, только с президентшей Латвии встречался за последние 3-4 года два раза. Первую встречу с Путиным, с вами Витей Фрэбер, это ваше большое услуги. Да? Да, да. Но это не секрет, это никто не скрывает. Это было... Мы просили первую встречу и госпожа президентша, которая тоже, как и у нас, видите, есть еще одно совпадение. У нас президент страны сокращенно называют его ВВ. Правильно? Владимир Владимирович. И вашу президентшу тоже называют ВВ. Так что они договорятся, они встречаются, они договариваются. На самом деле вот эта встреча первая президент Латвии и России в Австрии Приходько дал свое согласие за 2,5 или на минуту. Да, 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 конечно, да, конечно, да, он пошел к президенту России, рекомендовал, будучи ответственным и советником по международным делам. Президент России сказал, когда и где, и Приходько дал команду организовать встречи, она состоялась. Есть мнение в России, которое говорит, что мы должны даже немножко бояться, потому что, когда Латвия вступит в Европейский Союз, она будет стараться нам немножко сделать вреда. вот здесь не допустить сближения, например, а здесь мы это называем ложку дегтя бросить. Что потому, что она немножко маленькая, и потому, что националистические силы имеют влияние, и они довольно активные, они будут стараться и дальше разыгрывать так называемую антисоветскую, сводить счеты национальную, оккупация, вот всю эту, всю эту ерунду. Он много тратил на свое хобби женский баскетбол, спонсировал клубы, сборную, ФБР считало, что это тоже отмывание денег. Оборвалось все осенним вечером 2 ноября 2009-го. Мерседес Шабтая изрешетили пулями на дороге в центре Москвы. Стреляли из поравнявшейся рядом Лады Приоры без номеров. Раненый водитель еще какое-то время управлял машиной, пытаясь догнать киллеров, но потом силы оставили его. Шабтай погиб сразу. Его последняя жена, баскетболистка Анна Архипова позднее рассказывала в интервью, что долго скрывала от детей гибель отца. Сначала я врала, что папа в командировке, потом придумала историю, что папа превратился в ангела и улетел на небо. Дети не унимались. А там есть гостиница? А что он ест? А правда, что папа был бандитом. Представляете, кто-то из ребят на улице им такое сказал. Папа действительно был бандитом, даже бандитским авторитетом. Убийц его не нашли. Никого, ни исполнителей, ни заказчиков, никаких зацепок вообще. Ликвидировали очень профессионально. Приоритетной была версия, что это связано с убийством Япончика, Вячеслава Иванькова. Знаменитый вор в законе умер в результате покушения за три недели до Шабтая. На похоронах Япончика собралось больше 500 таких бандитов. Они несли российский флаг и гроб с кондиционером. Прощание показывали федеральные каналы. Сегодня на Ваганьковском кладбище Москвы похоронили Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Перед началом церемонии всю территорию осмотрели саперы, а у входа, кроме серьезных мужчин в черном, дежурили бойцы ОМОНа. Несмотря на опасения, все прошло спокойно. Гости, которых было несколько сотен, были молчаливы, тихо оставляя у могилы венки с надписями «От братвы». Гроб с кондиционером – это, кстати, не шутка. В таком гробу при закрытии крышки она давит на специальные капсулы, которые подают внутрь реагент, препятствующий разложению. Шабтай много лет держал деньги Япончика и был близким другом покойного. И пережил его ненадолго. Япончика тяжело ранил снайпера 28 июля 2009-го. Он прожил еще два с лишним месяца и даже успел подписать смертный приговор тому, кого считал своим убийцей. В августе 2009-го 36 авторитетов подписали прогон об убийстве вора Тарьевела Аниани, Таро, главаря клана, с которым враждовал Япончик. Сам Таро в этот момент сидел в матросской тишине. Ставим вас в курс, порядочные арестанты, что на МТЦ Матросская тишина Централ находится человек, его зовут Тарьел Аниани. Сведомо воров, он есть Баледина. Если этот человек находится у вас в хэ, хате, или при встрече с ним поступайте соответственно. Подписи. Слава Япончик, Дед Хасан и другие. Подпись Вова Питерский под прогоном это не то, что вы подумали, это вор в законе Игорь Глазнев, а тот, что вы подумали, публикует прогоны в российской газете. Был ли Шабтай убит людьми из клана Таро, как и Япончик? Ну, во всяком случае, дележ наследство Япончика вряд ли мог пройти без Шабтая. А это несло для него риск. Впрочем, были и иные версии убийства Калмановича. Что это сделал Балагула за какие-то долги. Что это часть разборок между Могилевичем и путинскими чекистами. Севи тогда Патрушев поднял плату за крышу. Он стал артачиться. Возникло дело Арбат-Престижа, где Шабтай тоже имел свою долю. В Тушинском районном суде Москвы начались предварительные слушания в отношении владельцев компании Арбат-Престиж Владимира Некрасова и Сергея Шнайдера. Их обвиняют в неуплате налогов на сумму более 100 миллионов рублей. За время пребывания в следственном изоляторе здоровье Шнайдера лучше не стало. Условия пенитенциара не позволяют оказать той медицинской помощи, которая необходима. Мы просили отправить дело прокурору, потому что есть прямое несоответствие в обвинительном заключении и в материалах дела. Нам отказали по всем пунктам и прокурор попросил закрыть процесс от прессы, очевидно. Претензии к нашему подзащитному, что он пособничал в уклонении уплаты налогов, при этом в неустановленное время, в неустановленном месте без обвинительного заключения, неустановленным способом, никаких доказательств по этому делу защита не увидела. Была версия, что это разборки за передел рынка лекарств, где Шабтай зарабатывал огромные деньги. Еще одна версия была, что это разборки за Верфи Ваден в Германии. Верфи эти в 2008-м купил один из соратников Шабтая, чекист Андрей Бурлаков, на деньги украдены из бюджета, из федеральной лизинговой компании. Но потом Верфи захотел отнять Медведев и его друг, Махивозе из Дагестана Игорь Юсуфов, спецпредставитель президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству. Бурлакова, который украл Верфи первым и не хотел отдавать, пытались посадить, потом убили. Его беременную жену тоже бросили в СИЗО и она родила ребенка-инвалида, а Шабтай покровительствовал Бурлакову и якобы из-за этого пострадал. В версиях недостатка не было, но убийство так и осталось нераскрытым. Тело Шабтая Калмановича по его завещанию было отправлено в Израиль и захоронено рядом с родителями. Биография одного из самых выдающихся авантюристов 20 века на этом подошла к концу. А теперь вернемся снова в 1985 год. Пока Шабтай и его протеже диктатор Момо еще только готовились приватизировать Сьерра-Леона, в СССР произошло другое эпохальное событие. В 1985 году в Москву из Киева переехал рецидивист Семен Могилевич Сева Киевский. Известный бандит, который сколотил первоначально капитал грабя киевских евреев, уезжавших из СССР в эмиграцию. В Москве Сева из Киева обрел новых друзей. Каратист Тимофеев по кличке Сильвестр и кандидат в мастера спорта по классической борьбе Михайлов по кличке Михась. Вскоре Сева Михась Сильвестр и примкнувшие к ним Виктор Аверин Авера Витя Андрей Скотч Скотч Арнольд Там Арноша Вор в законе Джамал Хачидзе и другие достойные люди все вместе создали организацию известную как Солнцевско-Ореховская ОПГ. Чуть позже она разделилась на две части Солнцевские и Ореховские а потом первые загасили вторых. Солнцевское ОПГ быстро перешла границы России. С 90-го года Могилевич переехал в Будапешт где основал зарубежный филиал группировки. Будапешт был центром откуда управлялись многочисленные виды криминального бизнеса в разных странах. Например в соседней Чехии Могилевич организовал площадку по нелегальной торговле оружием из запаса бывшего СССР и стран советского блока. Повстанцы из Конга иранцы талибы желающие прикупить РПГ с украинских складов болгарские АК-47 или вертолеты из России теперь знали куда обращаться. Торговля российским оружием и тем более нелегальные поставки бизнес невозможны без связи в Минобороны и СВР. И такие связи у Могилевича явно были. Знаменитый фрагмент из пленок Мельниченко прослушка в кабинете украинского президента Кучмы в 2000 году где глава военной разведки Украины прямо называет Могилевича номенклатуры ПГУ КГБ. Давай посмотрите вот что пишет в Минобороны заплатных и ПГБ по поводу Могилевича. И вот такие документы мы с вами в начале попали. А такие документы идут по мнению между другими и другими в то время когда официально в том заявлении он наш обинформатор и какой издательств обинформатор но на странице в тысячи надо говорить о том что он чистый когда посмотрите вот это без базы данных любой оптер в базе данных МГЗ может быть решить вот это как никто не хочет а сотрудник МГЗ который имеет доступ к оперативной информации бандит конечно расписан но это бандиты крупные бандиты а на самом высокопоторе он вышел честный человек и такой же как фонд бандит 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 у него сильнейшая служба аналитической разведки бандит мгл 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 В тех же пленках звучит и то, что Путин с Могилевичем лично знакомы еще по бандитскому Петербургу. Живут в Москве, выкутили удачу в Ярдове, но сейчас живут в Москве. Выкутили удачу в Ярдове, это рядом с Ивановым, значит, в даче. То есть, это важно, чтобы кто-то с ним здорово исходил в этой жизни. В этой зоне просто нас это закончили, а потом такое знание выкутили удачу в Ярдове. Только удачу. Многолетнее доброе соседство Зюганова и Могилевича в одном дачном поселке – это, конечно, занятный факт. Сева, наверное, падал со стула от смеха, когда Зюганов в телевизоре обличал бандитский капитализм 90-х. Бессменный вожак солнцевских, авторитет Михась, принимает поздравления. С такими знакомствами Зюганову пора уже купола колоть. Могилевич поселился на даче рядом с Зюгановым не от хорошей жизни. Это всё Америка. Сева жил в Будапеште в 90-99 годах. Но потом ФБР крепко насел на него, и оставаться в Европе дальше стало опасно. И в 1999 году Сева подался обратно в Россию под крылок Путина. Поначалу он не особо скрывался. Даже дал в октябре 99-го обширное интервью BBC для фильма о себе же. В секретном докладе ФБР говорится, что вы связаны с так называемой «сейчас постараюсь произнести» с Солнцевской группировкой. Так или нет? Я вам больше скажу. Я об этом прочёл в докладе ФБР за 1994 и 1996 годы. Когда жил в России, я действительно жил в Солнцевском районе. Но это не значит, что я принадлежу к Солнцевской группировке. Знаете ли вы Сергея Михайлова? Да, конечно. И вы с ним работали? Имели дело? Он со мной, а не я с ним. Согласно докладу британской разведки, за 1994 год вы организовали в Чехии чёрный рынок по торговле оружием из Республик бывшего Союза, включая торговлю крупнокалиберными снарядами, наркотиками и драгоценными камнями. Почему они это написали? Видимо, у них есть снимки, на которых я торгую оружием, или запись моих телефонных разговоров, где я распоряжаюсь продать наркотики. Может, у них есть фото, как я крашу рынок в чёрный цвет. Где вас застал распад СССР? В Венгрии. Вы там работали. По своей природе вы капиталист? Я еврей. Вы уходите от ответа. Вы по природе капиталист? Я предпочитаю работать меньше, а получать больше. Как это называется, капитализм или социализм вам видней. А это Дитмар Клода, по кличке Бомбист. Именно он был главой бомбовой лаборатории у Севы в Будапеште. Клода – человек необычной биографии. В 1980-е международный террорист Левого Толка, член РАФ, фракция Красной Армии ФРГ, и Народного фронта освобождения Палестины, агент штази и ПГУ КГБ. В 90-х остался без работы, подался к Могилевичу в Солнцевскую ОПГ, за что потом отсидел срок. Ныне тихо пенсионерствует в Германии. При всей своей криминально-бомбовой биографии Клода остается человеком стойких прокоммунистических взглядов. Не любит капитализм, богатых и Америку. И Путина тоже не любит. Считает его компрадорской буржуазией, то есть правителем колониального типа. Это недалеко от истины. С Путиным он причем знаком лично. В 80-е террористы РАФ спонсировались штази и КГБ. С территории ГДР проходили там тренировку. Клода часто ездил в ГДР, а Путин был у него какое-то время связником по линии нелегальной разведки. Несмотря на марксистский коктейль в голове в кругах солнцевских, старый бомбист Клода продолжает пользоваться уважением. В 2013-м приезжал в Москву. Был приглашен на юбилей Михосяп в гостинице Royal Reddison, бывшая Украина. С Могилевичем они близкие друзья до сих пор. Клода один из немногих людей, с которым Сева общается на идиш. Клода утверждает, что Могилевич знает этот язык. Слава Клода, Могилевич живет в России вольготно, не просто так, потому что платит Патрушеву, то есть Путину, 50% от своих доходов. Раньше платил меньше, но в 2008-м ему подняли ставку. Он сначала отказался, тогда для выразумления его посадили на годик в СИЗО за уклонение от налогов. Дело Арбат Престиж. Это как Чикатило посадить за неправильную парковку. Как одумался, выпустили. Фирма Патрушев и Вован. Бандитизм без проблем по всей территории РФ. Платите сразу сюда. В 96-м, когда в США проходил суд на Казахстан, Над Япончиком на нем были оглашены показания специального агента Лестера Макналти, который потом не раз цитировали российские и мировые СМИ. Лестера Макналти — это офицер ФБР, который руководил разработкой Япончика. Его показания — это письменный отчет на 55 страницах о том, что ФБР удалось накопать на гражданина Иванькова ВК. Там есть прослушка, донесение стукачей под кодовыми именами, данные наружного наблюдения, кому Япончик что сказал, что у кого нашли в мусорном ведре после проживания в отеле и так далее. Ну и в числе прочего на странице 25 показаний Лестера Макналти можно прочитать, что именно Япончик и Солнцевский занимались оптовыми поставками кокаина в РФ в 90-е, что среди Солнцевских кокаин был личным бизнесом Михася и Джимала Хачидзе по кличке Джимал, и что Джимал контролировал всю сеть сбыта кокаина в городе Москве. Это тот самый Михась, которого Путин наградил именными часами, у которого теперь дворянский титул князь, более 20 церковных орденов и памятная медаль «90 лет в УЧК КГБ ФСБ». Я никогда не хвастался этими часами, никогда. Просто у меня на сайте они, естественно, мы выставили, и поэтому, вот, это без всякого холостатства. Ну, раз мы уж пришли, возьмите в руки. Это же ваши часы наградные. Это же не чужое, а свое. Хорошо. Ухожу. Немножко предысторию. За что? И при каких обстоятельствах? Ну, этими часами президент наградил меня за шефскую помощь ветеранам, вдовам героев Советского Союза, вдовам героев России, вдовам кавалеров, полным кавалеров Органа Славы. Огромное количество ветеранов в трех районах мы еще опекаем. Вот такую шефскую работу мы ведем 20 лет уже. Вот за эти деяния, видимо, президенту доложили, и он наградил меня вот такими ценными часами. Как они попали технически к вам в руки? Их прислал курьер, или вы куда-то сходили? Именно курьер, да. Курьер вместе с письмом, да, грамотой? Сергей Анатольевич, а как вы можете объяснить, почему пресс-секретарь Песков тогда дал комментарий радио «Свобода», а сейчас он просто отказывается отвечать на вопрос, действительно ли был такой факт? Ну, я уже говорил на пресс-конференции об этом. Во-первых, я не видел этого сюжета, когда он отрицал вручение. Это первое. Второе, если даже этот сюжет был, и было такое на самом деле, то я думаю, что секретарь президента не может объять необъятное. То есть огромное количество наград по всей России. Есть, как вы знаете, открытые награды, есть закрытые награды. Ну, невозможно ему, просто он как человек, он не может, так сказать, знать все. Ну, поэтому мог произойти такой казус. На этом старом фото они все весело смеются, но по показаниям Макналтии Хачидзе потом закажет Каратая, и его грохнут в Америке в январе 1994-го на выходе из ресторана Арбат в Нью-Йорке. Причиной станут разборки из-за поставок кокаина между Солнцевскими. При Путине Михаси и Джимал продолжат свой наркобизнес, как и ранее. Джимал до самой своей гибели в 2014-м так и оставался королем московской наркоты, которая исправно пополняла общак Солнцевских. Моя миссия – нести православный свет в народ. То есть простые истины церковные. Для меня главный кодекс мирила, добра и зла – это Библия и все, так сказать, правила, которые там утверждены. В истории Солнцевского кокаина есть еще одна интересная деталь. Ведь кокаин в РФ завозился через питерский порт. Там был главный канал транзита. Михаси, Япончик и Хачидзе закупали товар, а питерская братва обеспечивала ему морские ворота. Как выяснилось много лет спустя, по делу Литвиненко, транзит кокаина через питерский порт в 90-е крышевал чекист Виктор Иванов, ближайший соратник Путина. Иванов был главным по борьбе с контрабандой в питерском ФСБ, тогда еще ФСК, до 94-го. А потом перешел к Путину в мэрию куратором административных, в том числе правоохранительных органов. При Путине президенте Виктор Иванов 8 лет возглавлял госнаркоконтроль в 2008-2016. Если он крышевал кокаин в Питере в 90-е, можно только представить, как он развернулся на таком-то посту. В 2016 на фоне скандалов, переходивших уже всякие рамки, обвинения Иванова в убийстве Литвиненко, объявления в розыск Интерпола его зама, генерала Аулова, по делу русской мафии в Испании, Путину пришлось разогнать госнаркоконтроль, или вернее госнаркокартель, передав его функции МВД. Иванов попал в опалу, его людей и подкрышных коммерсантов отодвинули от целого ряда кормушек, передав их другим чекистам. Шикарное фото, которое в 2018-м было опубликовано изданием The Insider, взято из телефона авторитета Арноши, который у него изъяли при аресте в Испании в 2017-м. Россия, наши дни. Отцы-основатели Солнцевской ОПГ собрались вместе. Довольный Михась, слева от него Могилевич, справа Авера Витя. Крайний слева на фото Гафур, главарь узбекской мафии, главный поставщик афганского героина в РФ. Исторически еще с 90-х Гафур работает с Солнцевской ОПГ, в последние годы также с Кадыровым. Гафур находится под санкциями США за наркоторговлю. Попал в свое время под указ президента США номер 13581 от 25.07.2011 о борьбе с международными ОПГ. То есть личность, широко известная в узких кругах. Вообще, проблемы у него давно. Беднягу даже в Австралию не пускают. В 2000-е годы он пытался приехать на Олимпиаду в Сиднее с делегацией Олимпийского комитета Узбекистана. Так австралийцы его не пустили. Официально было заявлено, что по подозрению в наркоторговле и в связях с Солнцевской ОПГ. Но зато в путинскую Россию Гафур ездит без проблем. Все-таки солидный иностранный бизнесмен. Удовлетворяет спрос на герыч и другие товары народного потребления. В отличие от Япончика или Шабтая 80-е, Гафур был вообще никому неизвестен. По одним данным, тренер по боксу у себя в Ташкенте, по другим вообще торговал пирожками на улице, за что получил свою первую кликуху пирожок. При Горбачеве Гафур пирожок сколотил бригаду спортсменов, промышлял рэкетом. А потом вывели войска из Афгана в 89-м. Север страны, населенной этническими узбеками, отошел под контроль полевого командира Дустума. В афганской войне он воевал на стороне СССР, был полностью под контролем КГБ. Гафур скорешился с Дустумом и с Солнцевскими и понеслась. Хараваны, маки, шприцы в подъездах. Это то, что Управление ООН по наркотикам и преступности называет северный маршрут транзита афганских опиатов. Из Афганистана на север через Среднюю Азию и Россию. Говоря о Гафуре, нельзя не вспомнить о еще одном уважаемом человеке, который с ним связан. Впервые об их связях и общем бизнесе написал Александр Литвиненко в книге «Лубянская преступная группировка» 2002 года. Литвиненко в 90-х служил в Центральном аппарате ФСБ, в подразделении, которое занималось оргпреступностью. Занимались они и Гафуром, поскольку он уже тогда был крупнейшим поставщиком наркотиков из Афганистана. Как пишет Литвиненко, в числе прочих криминальных контактов у Гафура был землячок в Москве по кличке Узбек, который помогал отмывать героиновые деньги. Звали земляка Алишер. Жена у него была тренер сборной по гимнастике, а один из друзей молодости пресс-секретарем Ельцина. Через этого пресс-секретаря, влиятельного царедворца, Алишер Узбек имел выход на Кремль и, если что, мог подсобить землякам с решением важных вопросов. Алишер по кличке Узбек, это, как вы понимаете, Усманов, тот самый, да. Тьфу на тебя. Жена-тренер сборной по гимнастике, это Ирина Винер, которая вырастила также Кабаеву и была ей как вторая мать. А пресс-секретарь Ельцина, а потом также и Путина, который попутно был решальщиком наркомафии, это Сергей Естрижемский. Однокашник. Усманова по МГИМО. Усманов сын прокурора Ташкента и перед тем, как загреметь в тюрьму в 80-х, принадлежал советской золотой молодежи. К сказанному остается добавить, что Гафур пользовался услугами именно этого земляка не случайно, а потому что работал с Солнцевскими. Ведь земляк Алишер еще в начале 90-х только обосновавшись в Москве сошелся близко с одним видным деятелем Солнцевской ОПГ по кличке Скотч, который ввел его в круг своих товарищей и где Усманов, собственно, и получил кликуху узбек. Книга Литвиненко с рассказом об Усманове и Гафуре вышла в 2002 году. Позднее, в 2017, уже после убийства Литвиненко, эти сведения подтвердил бывший английский посол в Узбекистане Крейг Мюррей. По долгу службы Мюррей имел доступ к различной закрытой информации по Узбекистану, которую собирали англичане. Уйдя с госслужбы уже в Англии, он первое время молчал, но однажды, когда Усманов покупал клуб «Арсенал», не выдержал, написал о нем в своем личном блоге. Это вызвало грандиозный скандал. Не так часто послы, хоть и бывшие, выступают с подобными заявлениями. Будем говорить прямо, Алишер Усманов – это уголовник. Он никогда не был каким-то политическим заключенным в советское время, а просто гангстером и рэкетиром, который заслуженно провел 6 лет в тюрьме. Каримов, президент Узбекистана, реабилитировал его позднее только потому, что сам был в союзе с шефом Усманова Гафуром Рахимовым, главарем узбекской мафии и крупнейшим в мире торговцем-героином. Крейг Мюррей – бывший британский посол в Узбекистане. То есть, по информации посла, Усманов действительно работал с Гафуром, а кроме того, в наркоторговлю был вовлечен узбекский деспот президент Каримов, ныне покойный. То есть, героиновая мафия в Узбекистане крышуется на самом высшем уровне. Кроме того, Мюррей заявил, что Усманов через Каримова проплатил узбекский суд, чтобы те задним числом отменили ему приговор 1980-го и реабилитировали. Больше того, Усманов сделал так, чтобы и само дело исчезло из архивов, и никто не мог узнать, что ж такого совершил сынок ташкентского прокурора в 80-х годах, что ему впаяли 8 лет, из которых он отсидел 6. Мюррей, а до него некоторые российские СМИ еще в 90-е, писали об изнасиловании и вымогательстве. Любопытный момент в истории с послом состоит в том, что Усманов, которого Мюррей де-факто назвал членом наркомафии, судиться с ним в Англии почему-то не стал, хотя и пытался заблокировать его блок. Видимо, английский суд несколько отличается от узбекского, а также российского. Очень хорошо на эту тему сказал Евгений Дьяконов, узбекский диссидент, защитник прав русского населения Узбекистана. При Каримове Дьяконов был брошен в тюрьму, едва не погиб и был вынужден эмигрировать в Европу. Именно он, посол Крейг Мюррей, первый публично обвинил Алишера Усманова в рэкет и изнасиловании, связях с наркомафией в своем блоге в 2007 году. Однако вместо того, чтобы подать на бывшего посла в суд и засудить его за клевету, Усманов повел себя очень странно. Его английские юристы попытались заблокировать блок Мюррея, оказывали давление на СМИ Великобритании, которые перепечатали его слова, но в суд они так и не подали. В суд на Мюррея никто не подает, и понятно почему, ведь именно Мюррей собирал по Усманову информацию, которая ныне в Великобритании имеет гриф «секретно». Делал по нему доклады и посылал секретные телеграммы в Лондон, когда был послом в Узбекистане. Если по суду истребовать эти документы и придать их огласке, сам посол не может их обнародовать, они секретны, то скандал будет еще большим. Евгений Дьяконов, правозащитник из Узбекистана, политэмигрант. Из интервью «Открытая Россия» в мае 2017. Путин пришел к власть де-факто 9 августа 1990 года. 1999 года, когда Ельцин публично объявил его преемником и тут же назначил на пост премьер-министра. 31 декабря 1999 года Ельцин ушел в отставку, а Путин стал его президентом. А за день до того, 30-го, 12-го, 99-го, в «Независимой газете» была опубликована программная статья Путина «Россия на рубеже тысячелетий» про то, что и как он собирается делать со страной. В статье Путин заявил, что время на раскачку стране не отпущено. И что даже при темпах роста 8% в год Россия только через 15 лет догонит Португалию и Испанию, самые бедные страны Западной Европы. Отсюда с этой статьи пошел подзабытый уже путинский лозунг 2000-х «Догнать Португалию по ВВП на душу населения». Прошло 20 лет. Ну и как там с Португалией? Да, с Португалией не задалось. Ну, может, на восьмом сроке. А так вообще Путин в своей программной статье 99-го был прав. ВВП на душу населения – ключевой показатель экономических успехов страны. И сегодня место путинской России по этому показателю на уровне Румынии и Турции, глубоко и далеко среди беднейшей периферии Европы. Как говорят в таких случаях, «дорулился». Кстати, о Румынии. Еще один показательный пример. Это одна из беднейших стран Европы. Была и есть. В сентябре 99-го, когда Путин только пришел к власти, средняя зарплата в Румынии была 59 евро. 2 миллиона румынских леев в то время. Средняя зарплата в России в сентябре 99-го была 1684 рубля или 63 евро. Таким образом, Путин в 99-м году принял от Ельцина великую державу, где средняя зарплата на целых 4 евро была выше, чем в Румынии. Прошло 18 лет. Средняя зарплата в России в 2018-м по официальным данным 43 724 рубля. За вычетом налогов 38 040 рублей, ну или 514 евро. Это после 19 лет правления Путина. Средняя зарплата в Румынии за 2018-й чистыми 2792 румынских лея или 600 евро. Это на 86 евро или 6300 рублей больше, чем в России. Таким образом, за 19 лет при Путине средняя зарплата в России опустилась ниже Румынии. Это надо уметь. Да. КОНЕЦ Продолжение следует...